Девушки отдыхают Здравствуйте, для начала, вот мы к вам шли-шли, ехали-ехали, 27 километров ехали, чтобы задать вопросы. Естественно, вопросы будут такие, в основном о сложных каких-то историях, хотя о том, что пишут люди, о том, что говорят, мы хотим у вас узнать правду. Ну, для начала, правду о том, почему задерживаются сроки сдачи очереди 2-2 в весне. Добрый день. Задержки сроков в очереди 2-2 как таковых нет, потому что в тот момент, когда у нас начались продажи очереди 2-2, мы вводили в эксплуатацию очередь 2-1. Стало понятно, что на вот эту процедуру, которая сейчас регламентирована по вводу в эксплуатацию, отводится значительно больше времени, чем когда это делалось у муниципальных властей. Ориентировочно полгода, если нет никаких замечаний. Поэтому мы сразу учли это, и практически сразу с начала продаж очереди 2-2 подписывали дополнительное соглашение о переносе сроков. Поэтому мы не говорим о том, что сейчас мы это переносим. Это было еще и фактически в декабре прошлого года. Уже было понятно, что мы будем вводить чуть позже, чем закладываясь именно на вот эту вот особенность. Ну, то есть, получается, в бумажках дело, просто нужно все это подписать, сдать. Ну, да, да, потому что мы мало того, что мы сдаем это гострою надзору, дальше мы это все делаем через электронный оборот, документы оборот, которые сейчас везде ввели. После этого к нам выезжают на площадку, представители Минстроя дают какие-то свои подписывания, какие-то свои акты. Ну, то есть, это такая вот длительная. Ну, а прям строительство строительства, получается, идет по срокам все вовремя, да? Абсолютно все. И самое главное, что я хочу сейчас отметить, что сейчас нет такой практики, как, например, выполнение какой-то вот, например, элемента, благоустройства под гарантийное письмо. Все должно быть выполнено на 100% и без замечаний. Поэтому вот на это тоже нужно закладывать определенную. То есть, если раньше можно было там гарантировать в течение там полгода, я тут выполню... Дома мы вам достроим, обещаем. Ваш этаж будет готов, заезжайте. То сейчас это запрещено. Ну, это радует, на самом деле, для дольщиков, наверное, очень хорошо. Ну, теперь по вопросам, которые непосредственно жители на форумах поднимают. Например, сколько все-таки будет стоить, точнее не будет, а уже стоит детский сад? Потому что он частный, а цены, я видела, разные. Сколько он действительно стоит для жителей? Ну, так как вы правильно отметили, он частный, мы построили здание и продали его частному владельцу. Поэтому я могу тоже, как бы только с какой-то информацией... Значит, так как мы редко общаемся с представителями, руководящим составом детского сада, но я понимаю, что цена ориентировочная 25-30 тысяч. Они планировали получать дотацию городского поселения, но это бы не уменьшило плату родительскую. Это бы помогало просто развивать сам детский сад, какие-то, видимо, внеклассные занятия улучшать, дополнять что-то. Вот, поэтому цена 25-30, она, по-моему, была с самого начала, и она на данный момент не меняется. Угу, все понятно. С садиком разобрались. Теперь давайте разбираться с коммерческими площадями, которые якобы возникли на первых этажах, где и быть не должно. Ну, по крайней мере, так говорят, да, что обещали, что этажи будут жилыми, а теперь вроде как переделывают под магазином, народ бунтует. Я, честно, прогулялась, не заметила коммерческих площадей, ну, мало ли. Может быть, они все-таки есть где-то? О том, что они есть, мне вот неизвестно. Значит, для того, чтобы перевести нежилое помещение в жилое, наоборот, в жилое, из жилого в нежилое, необходимо... Там есть два варианта. Либо собирается общее собрание жителей и меняется по итогам голосования, либо идешь к застройщику и просишь перевести решением застройщика. Вот позиция моя лично, а так как я все-таки официальный представитель застройщика и все приходят ко мне, я отказала всем. Потому что я считаю, что если изначально по проекту это жилое помещение и квартира, то там ничего не предусмотрено для того, чтобы это была хотя бы даже аптека, безобидная аптека, без каких-то там дополнительных вентиляций, но с отдельным входом, как обязательно. Значит, только люди, живущие в этом подъезде или в этом доме, имеют право решать, готовы ли они соседствовать там с аптекой или еще с другим каким-то нежилым помещением. Поэтому я всех отправляю к собственникам жилья. Насколько мне известно, эту процедуру еще никто не прошел. У нас есть даже такие случаи, когда вот в первую очередь жилья у нас было куплено четыре квартиры одним собственником, и эти квартиры у нас до сих пор не приняты по причине того, что покупались они под нежилой фонд, перевезти не получается. Соответственно, человеку они просто не нужны, поэтому их даже не принимают у застройщика. Поэтому у нас были даже односторонние такие передачи по причине того, что человек просто даже не является, не отвечает. Ну а где тогда, если... Ну просто это действительно последняя тенденция ЖК, что первые этажи не коммерческие, точнее, коммерческие, и там как раз аптеки, магазины, салоны. А где тогда их реализовывать, если не на первых этажах? Ну вот сейчас есть требования губернатора Московской области о том, что все первые этажи должны быть нежилые. То есть это теперь правило. Поэтому вот когда мы будем проектировать третью очередь, мы там будем просто обязаны сделать нежилое помещение. А сейчас, ну вот, например, вот есть... Мы продавали участок под строительство вот этого маленького магазина шаговой доступности. На первом этаже там у них продукты, а на втором этаже какие-то уже там то один салончик, то какой-то карман. Ну то есть вот, пожалуйста, идите, снимайте. Ну вот, допустим, сейчас они открылись, небольшой супермаркер, небольшой салон красоты, вот не хватает аптеки элементарно, да может быть какого-то супермаркета побольше. Это как-то вообще будет реализовано или все-таки нужно на машине куда-то ездить? Нет, у нас есть под это в проекте предусмотрено место, торгово-развлекательный большой центр, который мы сейчас надеемся, что в какое-то ближайшее время нам будут помогать строить, потому что мы хотим как соинвесторам в этом участвовать. И там появится как раз все, что необходимо. На территории комплекса непосредственно будет? Конечно, да. Ну потому что, конечно, в проекте планировки не может быть только жилье там, да. Понятно, что при таком количестве жителей там всегда должны быть и аптеки. У нас даже в проекте планировки есть библиотека. Вот мы думаем, делать или нет. Может быть, все-таки не надо, может быть, туда не будут ходить. Но такое тоже есть. Ну, узкие, здорово. Тогда расскажите про паркинг. Потому что сейчас я видела, что парковка, ну, это называется хаотичная, в принципе, парковка. Ну, она называется даже не хаотичной, извините, вас не перебью. Это даже по нормативам требования в ближайшем расположении. Потому что это гостевая парковка, парковка для маломобильных, которые должны быть прямо рядом с домом. Поэтому вот это вот сейчас, по сути, стихийная. Она частично стихийная, потому что все ставят там, где получается. Вообще, по нормативам она тут предусмотрена. Нет, понятно, что она должна быть, но, как показывает практика, в 99,9% случаев людям не хватает этих мест под домами. Сколько бы их ни жило, и людей, и сколько бы мест ни было. Поэтому паркинг, вот будет ли он все-таки этот наземный, многоуровневый? На данный момент мы рассматриваем такой вариант, как сделать плоскостные машины места для того, чтобы снять вот эту как раз загруженность. Потому что паркинг предусмотрен на полную загрузку. Сейчас те люди, которые живут, им и так, худо-бедно, хватает там, где припарковаться. Поэтому получается, что строить его, он просто будет невостребован. Поэтому для того, чтобы снять какую-то нагрузку, мы будем в ближайшем, в следующем году делать эту плоскостную парковку машиноместа. Потому что это возможно сделать только уже в теплое время суток, потому что это земляные работы. А дальше, когда введем последнюю очередь, уже посмотрим. Думаю, что да, мы будем строить. Вернетесь к... Потому что вернемся, да. Я думаю, что нам уже некуда будет их размещать. Ну, то есть на данном этапе... Почему я спрашиваю про парковку? Да, я же не сама ее придумала. Это вопросы, которые жители поднимают на форумах. То есть, чтобы разъяснить ситуацию, люди жалуются на форумах, что им не хватает парковочных мест, но когда вы им предлагаете парковочные места... Купить, да, купить. Соответственно, они... Они не хотят. Не хотят, да. Ну, как нормальная русская такая душа. Я где-нибудь ее все-таки поставлю. Я хочу место и бесплатно, пожалуйста. И два, пожалуйста, заверните. Поэтому, да, к сожалению, никто пока даже не был готов хотя бы как-то заявить о своих желаниях, поставив подпись даже. Понятно. Я надеюсь, что жителям будет... Будущим вашим жителям будет интересно это послушать, посмотреть. Спасибо. До свидания. До свидания. Еще одна фишка от Апина, конкретно в ЖК «Весна», заключается в том, что они пытаются всячески сплотить местных жителей, заставить их дружить. И, в принципе, жители не против, потому что они огромными толпами, семьями приходят на праздники, типа Новый год, масленица, всех детей привозят, потому что здесь всегда аниматоры, какие-то развлечения минимальные. Они все вместе ходят на субботники. На субботниках они вот высадили здесь. Три клена растут аккуратненько. И там вот целая аллея просто из 50 кленов и рябин, которая когда-нибудь просто заколосится своей зеленью, и будет очень-очень красиво. Пока немножко не хватает, конечно, зелени. За моей спиной первый объект мощный такой из детской инфраструктуры – это детский садик. Он на 120 мест. Понятно, с детскими площадками, с огороженной территорией. Между прочим, с бассейном. На минуточку у нас, между прочим, такого в детстве не было у большинства людей. Но детский сад частный, это значит, что он платный. Местная экология для замкадного проекта довольно нестандартная, потому что она больше похожа на московскую. Чуть выше средней по показателям. В принципе, вполне благоприятная для жизни, абсолютно не страшная. Но идеальной, видимо, ей не дают быть апрелевские очистные сооружения, которые недалеко. Правда, говорят, роза ветров не доносит сюда запахи. Я действительно не чувствую ничего, кроме мороза в моих ноздрях. Еще в полутора километрах Киевское шоссе. Его между некоторыми домами видно, но на удивление не слышно. Я надеюсь, что пыль тоже сюда не приходит. Ну а вообще, на юге и на северо-востоке начинаются крупные лесные массивы. Я надеюсь, что они эту обстановку как раз стабилизируют. У этого проекта, у весны, на самом деле, уже очень много наград. Но есть две самые любимые у застройщика. Это в 2014-м получили награду «Город в городе» от REF WORDS за то, что здесь развита инфраструктура, социальная, школы и так далее есть. И вторая любимая – это выбор покупателя, который они получили в 2016-м году за наиболее клиентоориентированные условия при покупке. Ну, например, такие, как господдержка при ипотеке и социальные программы АИЖК. Ну вот, собственно, один из домов очереди 2-2, которая в 2017-м году будет сдаваться, в которой активно продаются квартиры. Ну, я верю, что она в 2017-м году будет закончена, потому что по большому счету чуть не убилась. Осталось остекление, ну и, естественно, внутренней работы. Отделка мобов, отделка этажей. А так, в принципе, работы почти завершены. Мне вот стало интересно, какие города и страны выберут жители новых секций. Мачу-Пикчу, может быть, или Бангладеш, или Куала-Лумпур, или что-нибудь в этом роде. Сегодня нам безумно повезло, потому что в этом жилом комплексе уже есть заселенные дома, уже есть люди, которые здесь живут, и которые нам могут рассказать, что им нравится или не нравится в этом комплексе. Поэтому бежим скорее узнавать. Вот это очень интересно. Почему купили? Что понравилось? Вид. На что? На поле? Внешний вид. А, домов? Да. Любите коричневый цвет? Да. И панорамные окна? Да. Что еще помимо внешнего вида? Киевское шоссе. Это хорошо? Неплохо. А чем? Нормально едет. Есть с чем-то столкнулись с какими-то сложностями, что, может быть, не понравилось? Не понравилось то, что течет балкон. На каком этаже? На девятом. Это последний, да, здесь в этом комплексе? Ну, здесь все они за это, в окна вода залетает. Это вот прям когда снег, дождь или что? Ну, вот когда снег, вот немножко плюс. И какое-то было подтекание. Уже обратились к управляющей компании? Да, обратился, были ли откосы вообще по проекту. Не откосы, а как они называются, сливы, да. Ну, то есть, а получается нет, да, сливов с крыши? Ну, получается, что нет. Угу, недостаток. А как-то они сказали, будут это решать? Пока мне не предоставили такой информации вообще, планировалось ли у них это или нет. Понятно, хорошо, какой-то вы немногословный, но все равно полезный оказался. Спасибо большое. А вообще, в принципе, удобно ли добираться до города? Нет, неудобно. Что неудобного? Ну, вот смотрите, я с ребенком. Вот там вот не сделали пешеходных переходов. Например, вы видели, где машина ездит, сюда заезжает, да? Ну, да, мы заезжали вроде на машине как раз. Ну, посмотрите, как там с ребенком можно проходить. Ну, и, например, до автобуса дойти вот по этой узенькой дорожке, сейчас зима, а осенью там лужи, все брызгует. То есть, по-хорошему нужно, на сторону Апрелевки, да, туда тяжело попадать? Ну, тут даже не то, что тяжело, а неудобно. Вот вы спросили, удобно, я говорю, неудобно. Во-первых, безопасность, вот, как можно с ребенком, даже вот без ребенка просто пройти вот там. Где машина ездит. Нету для людей пешеходных ни переходов. Я там молчу про светофор, но хотя бы пешеходный переход бы сделали. Ну, да, это важно. И дорожку для людей. Ну, вот. Потом, вот мы стоим здесь, а тут вот когда оттепель, тут очень может снегом в голову хорошо попасть. Ну, вот, смотрите. Вот там вот сверху, в балконе. Вот. Сейчас просто оттепель или нет, сейчас мороз. Ну, тут опасно храдить. Предыдущий житель нам сказал, что с ливневками, ну, со стоками, да, какая-то? Беда их вроде как нет. Ну, я не знаю. Тут вот, по идее, хорошо было. Ну, это проектировка, ошибка проектировщиков. Тут надо было газон сделать, наверное. Вот, аж до сюда. А вот там вот уже делать все эти дорожки. А вообще хватает ли магазинов вот всего того? Ну, вот построили магазин. Я там был два раза. Я не знаю. Оценить его не могу за два раза. Ну, вроде как нормальный такой. Ну, по крайней мере, первой необходимости какие-то продукты можно купить, да? То, что вот открыли, это хорошо. А вы квартиру, ну, без отделки тогда еще брали, да? По-моему, не было вариантов с отделкой. Да, сейчас отделка есть. Все ли в подъездах, все ли устраивается в ремонте? В подъездах устраивает. Единственное, опять же, ошибка проектировщиков, это вот сделали, как бы, телосложение по коридору, по общему, ведется по полу. Там подходишь, может погреться, кстати, зайти к нам туда. Там подходишь, ручка даже горячая, вот, к квартире. Ну, лучше горячая, знаете ли, чем холодная после такой погоды. Ну, учитывая ваша состояние, сейчас, да. А вообще, вот, когда выходишь, одеваешься, это дурно становится потом. Ну, это вот такие нюансы. Потом здесь постоянно, вот, в подвале вода, это, ну, это, я не знаю, я с этих ребят спрашивал, сантехников, они говорят, что это строители. Я вроде как где-то читала, что воду уже, ну, были какие-то давно проблемы, но вроде как исправили. Ну, они периодически возникают, эти проблемы, вот. Хорошо, спасибо вам большое, очень, спасибо. Дети, грейтесь. Расскажите, что вам нравится? Мне нравится, что это недалеко от Москвы. Мне нравится, что здесь хорошие транспортные сообщения. Мне нравится, что здесь не планируется магазинов, само внутри комплекса. Что здесь очень красивые, хорошие детские площадки, очень хорошие дома. А вы на чем добираетесь вообще до Москвы? На машине, на автобусе. Вот на автобусе сложно добраться или нет? Нет, на автобусе не сложно, но если будет та остановка, о которой оговорено по проекту, будет прекрасно. Потому что сейчас та остановка, которая есть, она не очень хороша, тем, что очень неудобно к ней идти, и дорога плохая. То есть из самого комплекса до дороги, да, сложно добраться? Ну, до автобуса, да. Часто ли ходят, сколько ехать на нем? Да нет, автобусы ходят часто, здесь два маршрута, которые едут до Москвы. А ехать сколько? По Харфи-Дороге 25 минут. Это до Саларьева, до Румянцева? Это до Юго-Западной. А, даже до Юго-Западной 20-25 минут. Ну, неплохо. А сложности какие? Такие тонкие стены, много машин. Ну, да, зеленения пока не хватает. Не, ну, мы понимаем, что сейчас все это строится, и что это все будет. Ну, просто по проекту должен был здесь, между домами, быть еще бульварчик, на котором не должно быть машин. А сейчас они есть. Хотим спросить, давно живете? Почти год. Ну, то есть в первую очередь заселились практически с основания там, да? Нет, не с основания. Ну, там, к 2014-м, да. С апреля, с апреля этого года. А, даже вот с этого года. Ну, окей, тогда что успело понравиться? Да все нравится. Нравится, что внутри детские площадки. Это что хорошо. А что не нравится? Паркинга нету. Паркинга? Школа, здорово, да. Восемнадцатый год. И куда сейчас ходишь? Через железнодорожную ветку ездим. Нам приходится на машине, да, отвозить? Да, да. Здесь все три школы, они находятся с той стороны Киевки. Так тяжело. Ну, не рискнули бы ребенка так одного, да, отправить? Ну, возраст 5-7 класс твои сверстницы ходят, пешком ходят. А сколько во времени дойти пешком? Это поближе, полчаса, наверное. Ого. Ну да, минус 15, как-то уже не отпустишь. И вот эта дорожка, которая сразу за шлагом начинается, да, вот, общего пользования, она, конечно, такая, движение большое, очень опасно. Узенько, да, в том плане, что вдоль дороги? Ну, конечно, да, да, да. Там поток достаточно... Ну, вот про паркинг. Смотрите, я узнавала у застройщика, что паркинг предлагали жильцам построить, и, ну, вот, чтобы понимать, сколько жильцов хочет, эти места предлагали, там какой-то залог в районе 5 тысяч рублей оставить. Главное, чтобы мы понимали, что у нас там, грубо говоря, там тысяча человек хочет. Говорят, что почти никто не согласился. Вот вы бы согласились, если бы вам предложили... 5 тысяч за что? Ну, залога за то, что вы точно выкупите потом себе место. Не, вопрос. Какой будет доллар? Сколько будет места стоить? Это же все виртуально? Сколько места стоит? Миллион, сто тысяч? Ну, мнение мы узнали, и, в принципе, люди довольны архитектурой, люди не очень довольны тем, что пока мало инфраструктуры, хотя мы узнали, да, у застройщика, что инфраструктура будет развиваться. С парковкой, как мы ожидали, в принципе, мало довольных, потому что никогда хаотичная парковка не была в радость людям. И, в принципе, вот что важно и новое, мы узнали, что, оказывается, есть проблема с ливневками, что с крыши вода стекает хаотично, так же, как люди здесь паркуются, и протекают окна. Поэтому мне бы хотелось проследить как-то за этой историей и пишите, пожалуйста, в комментариях, если вы здесь живете, решают эти проблемы или нет. Ну, и самое время подвести итоги. Что же я думаю о жилом комплексе весна? Думаю о нем много, и думаю о нем тепло, прям как весной, потому что мне нравится, по большому счету, больше все-таки нравится архитектура. Она необычная, она вблизи очень даже привлекательная, балконы панорамные, подъезды, входные группы очень хорошо оформлены, есть выбор вариант квартир с отделкой и без отделки. Огороженная территория, это тоже очень хорошо. Всякие активности от застройщика, это тоже плюс. Если говорить о минусах, какие здесь могут быть, ну, наверняка, сегодня можно отнести к минусам инфраструктуру, потому что, по большому счету, да, есть супермаркет, но он один, и, ну, в принципе, все. Пока нет школы, школу нужно выбирать где-то через дорогу. Детский садик только частный, то есть вот такие вопросы, они пока оставляют все-таки, ну, недопонимание. Но плюсов больше, поэтому вы все видели, вы все знаете, и если о чем-то забыла сказать, обязательно читайте мою статью и другие мои статьи и ролики смотрите на новостройках.ру.